Где вы представлены? Сколько у вас торговых точек? В каких форматах вы работаете? Сеть магазинов «Семья» представлена в Пермском крае 2002 года. На сегодняшний момент всего 76 магазинов. Мы некоторое время назад перешли в три формата. Это гипермаркеты, их четыре, это площадь более полутора тысяч метров. Супермаркеты, их 25, площадь от 900 до полутора тысяч. И менее 600 метров, 47 магазинов, это формат у дома. Надо понимать, что у нас все равно есть определенная история. Форматы все созданы не на ровном месте, поэтому есть определенные минусы. Но в то же время есть очень серьезные плюсы для покупателей, например, с точки зрения ассортиментной матрицы, для управления торговым пространством, для мерчендайзинга, ну и, конечно же, для поставщиков. Если говорить про собственное производство, то какую примерно долю она занимает, в общем, товарооборот из сети всей? На сегодняшний момент это порядка 7%, если смотреть в целом на готовую еду. Если смотреть на наше собственное производство, то это где-то 5,5%. Потому что мы еще также развиваем сотрудничество с другими поставщиками готовой еды, плюс категория кондитерской есть иные поставщики, да? Поэтому доля чуть выше, чем само собственное производство. Как это все у вас устроено? У вас фабрика, кухня, у вас свои цеха или это все вместе? Смотрите, у нас есть основная площадка производственная, фабрика, кухня. Централизовали мы все в 2015 году. Это более 2000 квадратных метров. Там производятся салаты, готовая еда, пекарский цех, мясорыбный цех как заготовка, в первую очередь для кулинарного цеха. На других площадках у нас пекарни полного цикла, их 6. И плюс отдельно вынесенное кондитерское производство, в том числе кремовая кондитерка. Пекарни у вас в торговых точках? Значит, пекарни у нас в торговых точках, в крупных магазинах, да. Но сейчас мы еще развиваем тему партбейка, то есть 80% готовая замороженная булка, которая дефорестируется и выпекается в торговом зале. Есть понимание, что держать пекарню полного цикла, экономически дискуссионно, как минимум, да, зависит, конечно, от ассортимента, от трафика, от себестоимости полной. Но мы сейчас идем по пути того, что есть очень приличная заморозка, она уже в России появилась, она очень серьезного качества и по привлекательной цене. Поэтому мы развиваем сейчас тему партбейка в сети. Ну, то есть вы назвали шесть городов, я рискну предположить, что пекарни в каждом городе есть. Нет, пекарни в крупных магазинах, это гипермаркеты все четыре и два крупных супермаркета. Это все Пермь. Пермь? Это все Пермь, да. То есть региональные сидят без свежего хлебушка? На самом деле мы работаем очень плотно с местными товаропроизводителями. В каждом городе есть свой хлебокомбинат, любимый местными жителями. И у нас серьезно развита тема, в том числе горячего хлеба. Поэтому мы предпочитаем работать с хлебозаводами, когда мы говорим о локации не центральной. И, в принципе, потребность закрывается полностью. Если говорить о том, что вы централизовали все производство на одной точке, как у вас устроена логистика? Были ли какие-то сложности организовать именно вот это? Ну, сложности были. Может быть, не столько логистики, сколько в процессе централизации мы прошли очень серьезный этап от готовой еды в гастроемкостях до упакованной, фасованной с фиксированным весом. То есть сейчас ее порядка 70% от всего объема, а было там порядка 5%. Это сэндвичи, различные фастфуд, напитки, салаты, кулинария, гарниры. Есть фасовка индивидуальная, фасовка на двоих, как мы называем, 500-граммовая. И семейная фасовка или фасовка для магазина – это килограммовые контейнеры газ, как правило. Хочу сказать, что вот, наверное, это была основная проблема при централизации, как эти процессы должны быть на производстве организованы. Самая сложная история, что нам пришлось перестраивать, это как раз фасовка, это сборка на магазины, поскольку параллельно мы еще внедряли новую IT-инфраструктуру. И только потом уже логистика, поскольку если у тебя все выстроено грамотно и по магазинам, по маршрутам собрано палет, и все это хранится в холодильной камере, и дальше логистика, наоборот, она была снижена в процессе централизации, поскольку все из одного места на 76 магазинов доставляется, а до этого было у нас 4 места. Поэтому с логистикой как раз проблем было гораздо меньше, чем с темой производственной. То есть экономическая выгода от централизации есть? Конечно, экономическая выгода есть от централизации, мы ее посчитали, и это серьезное увеличение и производительности труда, и снижение костов. Намного выгоднее внедрять новые технологии, закупать оборудование, тебе нужно 2 шокера, или все-таки на каждую площадку по 2, в зависимости от вида продукции. Выгода есть, это стандарты качества, стандарты по сырью, более легкий контроль, поскольку там или санитарно врач работает на одной площадке, или все-таки нужно 4 площадки, конечно, есть выгода. Но есть один минус, который мы, когда уже прошли централизацию, который мы увидели в процессе различных маркетинговых исследований, наблюдений в магазинах, это то, что фасованная упакованная продукция создает такой некий холод на полке, особенно когда это в пластике. Покупатель берет в руки коробку сначала, а потом уже готовый продукт. И вот здесь очень важный момент, мне кажется, такая серьезная развилка не только для нашей сети, но и для многих других. Что лучше, как лучше. Консерватизм у покупателей сохраняется, а многие покупатели считают, что производится салат из продуктов, которые выходят в просрок в магазинах. Еще не переломимся. Вчера это была курочка, сегодня это котлетка. Да, совершенно верно. Плюсы, сколько это хранится и где это было изготовлено, я этого не понимаю. У покупателей есть барьеры. И вот фасованный готовый продукт на полке в магазине не всегда помогает с этими барьерами бороться, иногда он их усиливает. Поэтому централизацию все хорошо мы прошли, фасовку, упаковку мы прошли. А теперь вот есть некий новый вызов у рынка, да, как из этой точки создать теплоту продукта и показать вот это шоу, да, где изготавливается продукт. Он свежий, он из свежих ингредиентов, он сделан специально для вас, поскольку тренд персонализации в готовой еде нельзя игнорировать. И как вы это планируете, какими способами? Вот у нас год назад мы начали в супермаркетах проект доготовки, называется у нас «Океан еды». Когда финальный метр собирается, изготавливается в торговом зале на глазах у покупателя, все ингредиенты приходят уже готовые полностью, там, например, картофель, кубик в газе или в вакууме, да, ингредиенты все приходят в магазин, и остается только смешивать, или там какая-то горячая обработка идет продукта, и он полностью готов. Или тестовые заготовки, если это пицца. В общем, знаете, то, что делают достаточно давно в общепите, та же шоколадница, да, как выстроены их бизнес-процессы, вот мы сейчас делаем нечто подобное в ритейле. То есть у вас есть некие кафетерии, правильно понимаю? Да, и зона кафе тоже есть в этом магазине. То есть вы доготовку это делаете куда? То есть вы отдаете на тарелки покупателю? Это в любом случае упаковка, в контейнер покупатель забирает, может съесть здесь, непосредственно в магазине, есть зона кафе, может взять с собой дому. То есть это не под заказ, правильно понимаю? Это может быть и под заказ, поскольку мы очень серьезно, там, тот же горячий остров позиционируем, что все делается для вас, на ваших глазах, там, за полторы минуты мы делаем собу, и есть холодный остров, где уже выложена готовая упакованная еда, произведенная здесь же, ну, например, час назад, и или гастроемкости, если это салатная группа, когда можно, ну, положить в контейнер то, что выбрал покупатель. На кого вы ориентируетесь? Кто ваши основные группы покупателей? Я так понимаю, что это, наверное, все-таки разные категории, те, кто приходят вечером за тазиком салата, и те, кто там забегают взять с собой там сэндвич какой-то. Однозначно категории разные, поэтому в матрице 360 из Каю готовой еды, конечно, у нас лидеры продаж, это оливье, селедка под шубой, винегрет, и здесь свой потребитель, это, как правило, там, женщины 30+, средний доход. У нас есть линейка для, так называемого, офисного трафика, когда и завтрак, и обед, и ужин готовы и упакованы индивидуально, и есть линейка, так мы называем, ЗОЖ, ЭКО, БИО, там, фреш-салаты, которые мы начали два с половиной года назад развивать в сети, буквально от продажи в штуках дошли до продаж в сотнях, но пока не в тысячах, и мы понимаем, что целевой потребитель этого продукта, девушки там 18+, ну, и не только девушки, но те, кто следят за своим здоровьем, и тема ЗОЖа, она набирает обороты, в том числе в готовой еде. Ну, смотрите, у вас сегодня была сессия, как я понимаю, где вы как раз все это обсуждали. Да. Там присутствовали, как я понимаю, и федералы, и вот вы, как региональные, еще ваши коллеги были. Вот какие-то общие проблемы у всех есть? Ну, не назову это проблемами, это, наверное, рынок. Сегодня серьезный момент, о котором я уже говорила, это консерватизм покупателя, вообще, как бы, приверженцев готовой еды все больше, но это точно не львиная доля покупателей. Это опасение, что продукты идут в производство с истекшим сроком годности, и непонимание, где производится продукт. Это рынок. Если говорить про производство, проблемы одни у всех, это, конечно, кадры, с точки зрения качества, с точки зрения стандартов, и какая бы роботизация ни была на производстве, автоматизация, в любом случае, финальная сборка, украшение делает повар, и вот качество этого финального метра – проблема у всех одна, и у региональных сетей, и у федеральных. Редактор субтитров А.Семкин